Уважаемые коллеги, на мой взгляд, это очень переплетающиеся вопросы. Очень удачно, что они так скомбинировались. И на мой взгляд, как раз в презентации я постараюсь ответить одновременно на оба вопроса. Повторюсь, потому что один, собственно, вплетается в другой. Второй вопрос звучал как «В каких случаях необходимо выполнять репиапси первичной опухоли метастаза?». Я повторюсь, так как они всё-таки очень сильно переплетаются, и на мой взгляд, было бы повторение одно другого, я позволю себе в презентации объединить сразу ответ на два вопроса. Но если мы говорим о гетерогенности опухоли, то давно уже понятно, что, к сожалению, собственно, онкология — это не болезнь одного клона, клеток, злокачественных клеток, которые мы можем убить, собственно, и тем самым излечить опухоль. А, к сожалению, изначально в опухоли содержится сразу несколько клонов клеток, которые, собственно, обуславливают её гетерогенность. Различные концепции канцерогенеза присутствуют. Имеется стахастическая концепция канцерогенеза или иерархическая концепция канцерогенеза, которая говорит о том, что только стволовые раковые клетки могут давать такую гетерогенность и в дальнейшем давать популяцию промежуточных, дифференцированных клеток и так далее. Но, тем не менее, все они сводятся к тому, что имеется ряд клеток, которые могут быть чувствительны к назначаемому лечению, а ряд клеток, которые могут быть изначально нечувствительны к назначаемому лечению. Кроме того, несомненно, в ходе различных манипуляций могут происходить дополнительные мутации в клетках, что может произойти дополнительно к возникновению ещё каких-то клонов, что это лишь усилие к гетерогенности. Поэтому, несомненно, после проведённого лечения и возникновения рецидива, несомненно, может опухоль поменяться. То есть мы можем задавить один клон чувствительный к первой линии лечения, а рецидив может возникнуть в результате второго клона, тем самым можем пробудить второй клон, который начнёт преобладать в опухоли. И, соответственно, структура опухоли может измениться, и первая линия, которая была, опухоль была чувствительна к первой линии, после рецидива вновь возникшая опухоль может быть резистентна к данному типу лечения, и поэтому лечение необходимо будет менять. Поэтому, несомненно, собственно, во многих ситуациях, мы об этом ещё дальше поговорим, во многих ситуациях, когда возникает рецидив, конечно, повторная диапсия, собственно, крайне желательна, если её возможно выполнить. Гетерогенность, микросцелитная нестабильность системы репарации неспаренного коллектива ДНК, к сожалению, также присутствует. То есть практически все маркёры, которые мы изучаем, к сожалению, не гомогенные в опухоли. На гетероген с ДММР обратили внимание, собственно, не так давно на самом деле. То есть буквально исследования, которые имеются, это 2020 год, 2019 год и 2021 год. Связано это было больше всего с тем, что изначально, собственно, чаще всего микросцелитная нестабильность смотрелась при помощи ПЦР-метода. ПЦР-метод много чем хорош, но ПЦР-метод, к сожалению, абсолютно не допускает возможность выявления гетерогенности, потому что при ПЦР-методе происходит гомогенизация тканей, то есть миксером буквально всё это смешивается. И, естественно, мы не можем понять, то есть просто выявляется, имеется это явление или не имеется данное явление, а выявить различные колонны клеток оно не способно. В этом плане всё-таки остаются наши морфологические методы, в том числе иммун-гистохимия, которые позволяют нам прежде всего определить гетерогенность, то есть выявить именно визуальным способом гетерогенность. Может быть, гетерогенность ДММР при поворотальном раке может быть следствием гетерогенного гиперметилирования МЛХ или мутации генов ММР. То есть на самом деле оба способа возможны. Вот я хочу привести несколько вариантов, которые встречались в наших наблюдениях собственных. И первый вариант, на самом деле, достаточно страшный, который я привёл в данной ситуации. Мы пока выявили единичный такой случай. На мой взгляд, это очень такой важный биологический прецедент, потому что на данном слайде вы можете наблюдать метастаз рака толстой кишки в лимфоузел. Слева наблюдается данный фрагмент опухоли, а справа — это не что иное, как иммун-гистохимическое исследование на ПМС-2. Иммун-гистохимическое исследование маркёров ММР, собственно, очень простое, чтобы всем было понятно. Всегда есть позитивный внутренний контроль стромы. Вот вы видите коричнево окрашивание ядер, это внутренний позитивный контроль. Имеется… Если опухоль теряет данный маркёр, то, соответственно, мы лишь наблюдаем контрокрашивание гемотоксилина. На данном слайде вы наблюдаете слабое такое гемотоксилинное окрашивание. Это означает, что ПМС-2 выпал. Кроме того, в этом же поле зрения мы наблюдаем второй фрагмент опухоли сохранной экспрессии ПМС-2. То есть в одном метастазе имеется одновременно как клон метастазирующий с признаками нарушения системы репарации неспаренного коллектива ДНК, с микростритной стабильностью. И также присутствует второй клон без нарушения системы репарации неспаренного коллектива ДНК. На самом деле это, конечно, очень неприятно, потому что всё-таки мы традиционно считаем, что метастазирует преимущественно один клон, да, у клеток самый агрессивный клон. Но, как вы видите, буквально даже на данном случае это не так. И даже в метастазе в лимфоузле могут быть сразу несколько клонов клеток, в том числе отличающихся по микростритной стабильности. Это, несомненно, вызов перед нами, вообще перед лечением онкологических заболеваний, в том числе перед иммунотерапией. Потому что мы понимаем, что здесь имеется клон, который чувствительный к иммунотерапии, да, вот это ДМРМСИ-АЖ, но в то же время имеется клон нечувствительный, да, который не содержит нарушения системы репарации неспаренного коллектива ДНК. Гетерогенность, на самом деле, ДМРМСИ-АЖ встречается при самых разнообразных локализациях, в том числе, например, при эндометрионной аденокарциномии. На самом деле изначально это было списано как раз при эндометрионной аденокарциномии. И также вы здесь можете видеть коричневое окрашивание в опухоли, да, это без нарушения системы репарации, и левая часть слайда — это с нарушением системы репарации неспаренного коллектива ДНК. Здесь важно обращать внимание патолога Анатолу на географическую именно гетерогенность, да, то есть мы прям чётко видим, что часть опухоли имеет позитивный реакт, часть опухоли имеет негативную реакцию. Во всей литературе это именно описано как географический, да, гетерогенность, потому что существует ещё так называемая мазаическая гетерогенность, она не имеет никакого смысла, она чаще всего связана с техническими различными артифициальными изменениями, с нарушением фиксации и всем прочим. К сожалению, её периодически принимают за гетерогенность. Это неверно. Нужна именно такая вот полярность, да, то есть часть опухоли позитив, часть опухоли негатив. На данном слайде другой пример гетерогенности ММР при раке эндометрии, два колоноклеток, да, собственно верхняя часть слайда наблюдается сохранной реакцией, нижняя часть выпадения МСА-6. Что интересно, это вообще синдром Линча, да, это рак эндометрия при синдроме Линча. То есть даже при синдроме Линча может наблюдаться такая гетерогенность микроэффективной стабильности. И это на самом деле вызов, это говорит о том, что необходимо исследовать большой объём материала, иначе гетерогенции мы можем не выявить. Ну вот по нашим данным, 4% при эндометрии на данной карциноме, по данным литератур меньше 3%. У нас начало тоже было с 2% мы начали, но когда мы начали более целенаправленно смотреть за опухолями, смотреть на предмет гетерогенности, оказалось, что это не такое уж и редкое явление. 4% относительно всех случаев. Если мы как бы относительно опухоли с микроэффективной нестабильностью, то это будет в цифрах в 4 раза больше, поэтому это не такая уж и редкая ситуация. Вот смотрите, собственно, к чему приводит зачастую эта ситуация. Гетерогенность, она может быть не выявлена. Гетерогенность необходимо исследовать достаточно большой объём материала, и не факт, что второй клон попадёт в исследуемый материал. Можем определить только один клон клеток. Особенно, а если это определялось по ЦРФ, понятно, что никакая гетерогенность вообще не будет. И в данном случае, в двух случаях, в которых выявлено дискордаться в статус ММР первичной опухоли метастатической, первичной опухоли дальнейшего выявленной гетерогенной экспресси ПМС-2. То есть в основном, когда мы наблюдаем расхождение по статусу, в том числе с ДММР, и зачастую по другим маркёрам, это связано с гетерогенностью первичной опухоли, которую мы просто изначально не определили. Поэтому это ещё одно объяснение, ещё одно доказательство того, что, конечно, повторная биопсия крайне желательно, потому что мы, опять-таки, могли не поймать гетерогенность, которая присутствует с первичной опухоли. Какой клон выстрелил, а может, это сразу несколько клонов в метастаз, это непонятно. Ещё один случай — это рак желудка. То есть я хочу просто показать, что это достаточно среди проблемы, которые различные локализации отражают. На данном слайде вы наблюдаете низкозафференцированную аденокарциному, и вы можете видеть, на самом деле, что большинство опухолевых клеток имеет выпадение, то есть дефект репарации неспарной нуклеотием ДНК. И лишь небольшой участок имеет сохранную экспрессию, то есть преобладает 95% опухоли с дефектом репарации неспарной нуклеотием ДНК. Лишь 5%, которые мы вообще на биопсии могли вообще не поймать, 5% имеет без дефекта репарации сохранной, без микросостритной нестабильности. И что мы наблюдаем в лимфоузле? Сейчас, секундочку. Так, что-то у меня зависло. И что мы наблюдаем в лимфоузле? А, так, это та же самая. Сейчас, секундочку. В лимфоузле мы наблюдаем метастаз в опухоли с охранной экспрессией ПМС-2. То есть вот тот маленький клоун, который вообще мы могли не поймать, именно он и прометастазировал. Поэтому, опять-таки, вопрос вторичной версии. Ну и, собственно, мне очень понравилось такое исследование ещё 2015 года. Оно достаточно неплохо сформулировало, на мой взгляд, ответ на вопрос, когда должна выполняться рей-биопсия. Понятно, что не должна выполняться, когда сложная локализация для безопасности процедуры. Абсолютно очевидно, что если результат биопсии не изменит тактику лечения, то не должна выполняться. Но должна выполняться, если предыдущий образец был слишком малый характеристик, включая предъективные тесты. Если рецидив случился более чем через шесть месяцев после полного ответа на лечение, может быть так, что вообще другая опухоль возникла, понятно, через шесть месяцев. Если новая опухоль ведёт себя по-другому, сравнивая с первичной опухолью, если новая предъективный маркер, должны быть оценены рецидивы. На мой взгляд, достаточно исчерпывающие, на самом деле, информации, которая, на мой взгляд, достаточно плохо отвечает на данный вопрос. Ну и в заключение я хочу привести пример достаточно такого нехорошего механизма, плохого механизма резистентности, который встречается как при раке бестательной железы, так и при раке лёгкого. Это нейроэндокринтрансформация. То есть зачастую не только гетерогенность может быть, но, к сожалению, как я уже в самом начале говорил, могут происходить какие-то дополнительные изменения, дополнительные альтерации, это убеждение, в том числе нейроэндокринтрансформация. Чаще всего она связана с гетерозиклотностью гена РБ и, собственно, с мутацией П-503. Всё это может привести к тому, что опухоль, нехороший рак, например, может трансформироваться в нейроэндокринный рак и так далее, или рак, председательной железы с нейроэндокринной дифференцировкой. Это к чему я приводил последний слайд, потому что зачастую сейчас всё чаще и чаще говорят, что вместо реобиопсии провести жидкостную биопсию, то есть провести жидкостную биопсию, посмотреть, что в крови творится и так далее. Нейроэндокринтрансформацию жидкостную биопсию не поймают. Гетерозиклотность РБ практически невозможна, по крайней мере, в настоящее время выявить при помощи жидкостной биопсии. Поэтому, конечно, всё-таки реобиопсия морфологического материала остаётся приоритетным методом в ситуациях, которые были очень лучше. Спасибо за внимание. Продолжение следует...